Я к вам? Я не смогу. Ладно, я серьезно. Я к вам пишу? Чего же более? Что я могу еще сказать? И агенпийская дисциплина в Нагоборе. Ну, я старался просто не думать о том, что я выиграю, не выиграю, какое место займу и так далее. Ну, да, мысли будут коллазами. Сделать все более-менее по-нормальному. А сейчас, ну, я даже не знаю, поесть хочу, все. Сразу позвонила жене, да, сказал, что я выиграл чемпионат России. Она просто трансляции не смотрит, потому что волнуется. Так что так, поэтому она не в курсе, кто там какой. Вообще, я очень рада, потому что к этому я шла весь этот год, можно сказать, с последнего чемпионата. Это была моя небольшая мечта, такая, с тренером выиграть чемпионат России. Не просто какой-то клубок, а именно чемпионат. И я считаю, что это заслуженная победа моя, потому что я действительно трудилась. И я очень рада, что я смогла выиграть. Подготовка трассы – это и ремесло, и искусство. Потому что нужно и придумывать что-то свое, какие-то интересные движения трассы. И в то же время это тяжелая работа. Хочется, чтобы все пролезли, но не все впервые, и чтобы были неодинаковые результаты. Я считаю, что трассы были очень хорошие. То есть уровень достаточно сильный. На данных трассах можно получить очень хороший такой соревновательный опыт. Трассы мне, в принципе, очень понравились. Можно было работать и больше. Трассы получились хорошие, достаточно динамичные. Мне понравились. Хорошие трассы. Все лезли. Ну, только вторая чуть-чуть переборщили, я думаю. А так все хорошо. Очень хотел выиграть. Выиграл. Я доволен, что так получилось. Потому что готовился долго, давно. И это хороший шаг после травмы, которая у меня была в начале того года. В целом, я очень рада, довольна результатом. И трассы были тяжелые, потому что с двумя трассами всего лишь. У других только по одной. Неожиданно. Конечно, очень рад первый старт сезона выиграть. Особенно то, что это российский старт. На финалах настрой был как бы только на победу. Я квалификацию быстро пробежал. Почувствовал свои силы. И для меня был настрой прямо... Я чувствовал очень быстро и время могу показать. Хотелось прямо максимально близко к своему рекорду пробежать. Может быть, даже повторить его. Но в финальном забеге я слышал, что мой соперник ошибся. И для меня кубок был важнее, чем этот рекорд. Поэтому я состорожничал. Я немножко волновалась, потому что это первый старт в году. Было страшновато. Девочки сильные. Как говорится, что они делают все к лучшему. Я была очень расстроена после квалификации. Так как не все получилось сделать так, как хотелось. Поэтому я не ожидала, что я выиграю. И вообще, что-то до четверки. А так сложилось, что я выиграла. И это принесло массу положительных эмоций. В душе уже я хотела просто побыстрее, чтобы это все закончилось. Потому что за эту неделю каждый день, по сути, мы лазали. И поэтому я очень устала. Но, тем не менее, настрой был боевой. И сегодня, все-таки, в самый последний день, и, грубо говоря, самый значимый, я все-таки собралась с мыслями, собралась с силами. И показала, в принципе, неплохой результат. Я был в хорошем настроении, потому что понимал, что я восстановился. У меня мышцы не болели. И я был готов к этому финалу. Я уже знал, что меня ждет, потому что это уже не первый финал. И я шел к нему, понимая, что это моя дисциплина. Многоборье. У меня оно получалось практически всегда попадать в финал. И я шел с таким, сказать, олимпийским спокойствием. Я был готов показать то, что я натренировал. И реализоваться на как можно больше процентов. Это был Пушкин? Это стихотворение? Да? Или нет? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...